Я не ожидал, что он так сделает. Но он даже не представляет, насколько влиятельна компания Universal. Директор Лю, акции Universal падают. Просто небольшие колебания. Думаю, это всё, на что он способен. Использовал скандал, чтобы очернить нас. А потом использует панику акционеров, чтобы вызвать падение акций. Жаль, что... Господин Лю, падение превысило 30%. Что? Невозможно это. Даже после таких новостей. Невозможно, чтобы они так упали. Господин Лю, мог ли он использовать ресурсы Тяньхау Групп? Невозможно. Если он сделает это, его просто убьют. Если он хочет выкупить всю компанию Universal, то должен предложить сумму в 10 раз больше рыночной. Даже если он продаст всю Тяньхау Групп, у него не будет столько денег. А если он использует падение акций, чтобы совет директоров нас отстранил? Мы же так сделали с Му Цин Ли. В твоих словах. Есть смысл. Нехорошо будет опускаться на дно. Надо найти способ остановить это. Позвоню своему дяде. Что касается отстранения, не волнуйся. Ты теперь международная актриса. Совет директоров не даст этому выйти из-под контроля. Они найдут выход. Они защитят тебя. Долго еще? Все на завершающей стадии. Все закончится через 5 минут. Подготовь информацию о покупке. Пойдем со мной. Кто-то обрушил цены на акции компании. Обрушил цены? Кто-то переоценил себя? Объясни. Это... Это... Не мямля. Говори. Это семья Е. Семья Е? Что-то не так. Но зачем семье Е нападать на нас без причины? Я всегда был покорен и верен семье Е. Кто вас пустил? Это кабинет председателя. Президент Е. Президент Е? Почему вы пришли лично? Конечно же. Ради покупки Universal. Господин Е. Ради покупки... Это контракт приобретения Universal. Подпишите. Президент Е. Студия Universal стоит сотни миллиардов. Вы платите только десять. Какие-то проблемы? Нет. Уведомите всех акционеров. Заседание правления состоится через пять минут. Дядя, акции нашей компании рухнули. Пожалуйста, помоги. Это может быть связано с человеком по фамилии Е. Скажи им. Чтобы пришли на совет директоров через пять минут. Алло, дядя. Ты что-то сказал? В течение пяти минут приведи Шаньянь в конференц-зал. В течение пяти минут приведи Шаньянь в конференц-зал. Да, хорошо. Директор Лю, что сказал председатель? Дядя сказал, чтобы мы пришли в конференц-зал. Наверное, будем решать, как выкрутиться из ситуации. Поедем туда быстрее. Хорошо. Когда этот вопрос будет решен, я хочу, чтобы Ефань познал всю силу моего гнева. Здесь весь совет директоров. Похоже... Почему он там? Что ты делаешь? Это совет директоров Юниверсал. Какое у тебя право сидеть там? Дядя, за что ты меня ударил? Ничтожество. Все, ради чего я так много работал, разрушено из-за тебя. Дядя, это лишь небольшие проблемы. Если мы быстро проясним ситуацию, все решится. Председатель, я все проясню и опровергну слухи. Что ты прояснишь? Юниверсал выкупили. Теперь решает новый председатель. Дядя, ты, должно быть, шутишь. Кто может купить нашу компанию? Я... Как это ты? Позвольте представиться. Теперь я... Новый председатель студии Юниверсал. Что? Быть не может. Невозможно. Дядя, он же обычный человек. Как он смог? Невозможно. Сейчас у меня есть полномочия разобраться в ситуации, госпожему. Есть доказательства, в чем тут разбираться. Есть доказательства? Тогда скажите, когда, где и с кем у госпожи Му был роман? Не можете? Раздай всем. Это досье на Шиньянь и Лю Цзинь Луна. СМИ были подкуплены, чтобы пустить слух о переписках и денежных переводах госпожи Му. Хотя на самом деле все не так. Но среди присутствующих у некоторых был роман Шиньянь. Вы погрязли во лжи. Вас волнуют только личные интересы. Всем плевать на невиновность госпожи Му. Теперь каждый из совета директоров Юниверсал должен извиниться перед госпожей Му. Кто-то против? Хорошо. Мне не нужно говорить вам. Что вам делать? Госпожа Му, мне очень жаль. Госпожа Му, извините. Госпожа Му, мне очень жаль. Госпожа Му, мне очень жаль. Ой. А вы? Что, не слышали господина Е? Извините. Не слышу. Простите. Хорошо. Извинения приняты. Теперь следующий вопрос. Госпожа Шинь. Начнем с вас. Госпожа Шинь, начнем с вас. Шинь-Янь, вы как актриса компании, испортили имидж артистов, нанесли ущерб компании, распространяя слухи. Вы блокируетесь навсегда, выплачиваете убытки в 10 миллиардов, и на вас мы подаем в суд. Есть возражения? Я ошиблась. Я была не права, Цин Ли. Прости меня. Я больше никогда так не сделаю. Шинь-Янь, слишком поздно извиняться. Увидите. Нет, я не хочу. Лю Цзэнь Лун. Ваша очередь. Президент Е. Все убытки, причиненные госпожей Му, я готов взять на себя. Можете ли вы пощадить меня? Почему вы думаете, что я пощажу вас? Раньше тебе было наплевать, а теперь что-то изменилось? Ты же говорил, что будешь использовать свою силу, так что ищи справедливости. Я не смею. Не смеешь. Разве раньше ты не говорил? Что я ничего не смогу сделать, не пытаясь и снова. Господин Е. Я был неправ. Пожалуйста, пощадите меня. Лю Цзэнь Лун присвоил 5 миллиардов госсредств. Используя власть, склонял к разврату актрис. И портил репутацию других людей. Боюсь, тебе до конца жизни из тюрьмы не выйти. Президент Е. Пощадите меня. Я сделаю все, что угодно. Господин Е. Господин Е. Господин Е. У вас есть какие-то возражения? Нет. Хорошо. Ну что ж. Продолжим совет директоров. Я заявляю, с этого дня Му Цзэнь Ли, новый исполнительный директор студии «Юниверсал», есть возражения? Президент, приобретение «Юниверсал» завершено. Хорошо. С этого момента пусть Му Цзэнь Ли будет руководить студией. Ты тоже потратил много времени после завершения сделки. Вернемся к проектам Тянь Хао. Хорошо. И еще госпожа Му сказала, что хочет угостить вас ужином. Я забронировала комнату сегодня в Чинь Юнь. Это точный адрес. Хорошо. Братан, скажи-ка, друг, ты чего не отвечал мне два дня? Номер сменил. После свадебной церемонии Лю Цзэнь Лин и ее семья беспокоят меня. Прости, что не сказал тебе. Кстати, перевел тебе деньги. Получен перевод. 60 тысяч? Ты что, в лотерее выиграл? Но я не могу уйти, все, перешлю половину. Если бы не ты, не знаю, во что бы я вляпался. К тому же, ты сам скоро женишься, деньги понадобятся. Считай. Это свадебный подарок тебе. А не примешь? Не считай меня за брата. Хорошо. Ладно. Я понял. Не выделывайся. Кстати, почему ты звонил мне? У нас же встреча выпускников, не знал? Давай, пройдемся вместе. Мы же с ними не виделись много лет. Да. Смотри, а это... Суйчжау! Верно! Суйчжау! Паршивец. Не узнал друзей, что ли? Литсян? Паршивец. Еще помнишь меня? Ефань. Давно не виделись. Да. Давно не виделись. О, директор Джан, вы наконец-то здесь. Без вас встреча выпускников была бы несовершенной. Королева школы. Криво припарковался. Перепаркуй. Хорошо. Выполню все. Суйчжау. Ты стал разумнее, чем был. Прошу, проходите. В школе Джан Ян выпендривался, потому что был из богатой семьи, и в школе с бандой издевался над слабыми. Мы втроем терпеть его не могли. Не ожидал, что он вот так изменится. Разве это не Ефань? Он тоже здесь? Ты же за ним бегала. Но он отверг тебя. Прекрати. Мы тогда были молодыми и глупыми. Мы пришли вовремя. Посмотрим, что стало со старостой класса, да? Пойдем. Вот директор Джан, госпожа Цинь, прошу вас. Уважаемые одноклассники, сегодня встреча выпускников, и прежде чем занять места, скажу пару слов. Ничего серьезного. Но раньше мы садились, как попало. На этот раз стоит обратить внимание на рассадку, тем более мы уже не школьники, и места свои надо знать. А сесть правильно, это как? Миллионер вроде господина Джана должен сидеть во главе. А дальше? Те, кто работают неполный рабочий день, просто найдите уголок где-нибудь. Сей, Джао. Послушай, то, что ты делаешь, неэтично. Мы все одноклассники. Что это за правило? Сидите как хотите. Нет-нет. Ефань, наш бывший староста, будет неловко, если он не сядет. Во главе. Да, староста? Мне кажется, важнее всего просто встретиться с нашими одноклассниками, неважно, кто где сидит. Я могу сесть и на диване. Босс Джан, я знаю, вы скучаете по школьным друзьям, но это неуместно. Что неуместного? Правило есть правило. Посадите Ефаня рядом, он будет в окружении состоятельных людей. Вы же будете говорить о совместном проекте, а он и ни слова вставить не сможет. Это его еще больше смутит. Верно. Цзэцин станет представителем компании, хочу помочь ей и уделить время. Ефаню не смогу. Просто сядь где-нибудь. Тогда, староста Е, извините. Сядь тогда... туда. Цзэцинь, это же наша королева школа. Слышал, ею заинтересовалась студия Universal, и она снялась в нескольких сериалах. Не думал уж, что они станут парой. В школе она бегала за Ефанем, но тот сказал, что хочет сосредоточиться на учебе, и отверг ее поэтому. Так жалко Ефаня. Он не так хорош, как Джан Ян. И теперь школьная красавица стала женщиной другого. Даже его лучший друг стал приспешником Джан Яна. Что за бред? Джан Ян всегда был мажором, но ты, Сюй, подлизываешься к Джау, унижая брата Е. Почему я раньше не видел, какой ты... Сюй... Дзян. Ефань, сегодня ты поймешь пропасть между нами. Брат, посмотри на этого болвана. Виляет перед ним хвостиком, а на нас не смотрит. Мы не богачи, поэтому ему стыдно. Слышал поговорку? У богатых глухих горах есть родственники, у бедного в шумном городе родни нет. Все льстят тем, у кого есть деньги. Тогда давайте все выслуживаться перед Джан Яном будем. Если он будет счастлив, то нам немножко денег даст, да? В нашем обществе деньги решают все. Если тебе не нравится, покажи, чего стоишь. Сюй Джау, слышал вы с Ефанем лучшие друзья? Вы давно не виделись, пойди выпей с ними. Господин Джан, сегодня вы самый важный гость. И я отвечаю за воссоединение класса. И, конечно же, хочу позаботиться о вас. У нас уже нет такой близкой дружбы. Мы просто знакомые. Да мы же одноклассники. Может, от моего имени выпьешь с ним? В знак благодарности за то, что ты отверг цинь-дзы-цинь. И отдал мне такую красотку. Хорошо. Раз вы просите, тогда я сделаю это. Давай. Чего приперся ты? Иди и служи господину Джану. Тут простые работяги. Ты же нас как чумы боишься. Понимаю, ты расстроен, но реальность такова. Даже красавица-цинь теперь с Джаном. Не понял еще. В этом мире, если ты богат, ты хозяин. А ты просто... Мусор. Ефань, встань. Я выпью с тобой. От имени господина Джана. Рехнулся? Пьешь за него? Ты понимаешь, кто такой господин Джан? Господин Джан сказал мне выпить с вами, чтобы не опозориться. Так что я фань. Тебе следует встать. Подними стакан обеими руками и выпей. Иначе это... Неуважение. Иначе. Это неуважение. Сюй Джао. Слушай сюда. Хочешь выслуживаться? Пожалуйста. Но знай, не все люди такие же дешевки, как и ты. Прежде чем человек учится ходить, он сперва учится ползать. Посмотри на себя. И на меня. Разве разница не очевидна? Ефань, отказаться ты не имеешь права. Сюй Джао. Послушай. Мы не богачи, но это не затрагивает наше достоинство. Вернись к своему миллионеру. Тебе здесь не рады. Помнится, Сюй Джао был самым стойким. Перед деньгами все склоняют головы. Если Джан Ян заставит его есть с пола, колебаться он тоже не будет. Чтобы другим угодить, он и на голову лучшим друзьям наступит. Какая ирония. Замолчите. Даю тебе последний шанс. Вставай. Ладно, ладно. Одноклассники, не будьте такими жестокими. Если не встанешь и не выпьешь со мной, это просто неуважение. Сюй Джао, ты настолько высокомерен. Босс Джан, вы же столько зарабатываете. Как я бы мог стать таким высокомерным, верно? Ефань, господин Джан пришел. Ты все еще сидишь? Встань и выпей с ним. Ах ты. Забудь о нем. Он простой работяга и не видел ничего в этом мире. Не заставляй его. Давай. Бывший староста класса, спасибо, что подарил мне цинь. Я поднимаю тост за тебя. Почему ты в телефоне сидишь? Я не пью. Умрешь, если выпьешь, что ли? Чего такой упрямый? В курсе, что бокал с господином Джаном может принести тебе богатство? Бокал с господином Джаном может принести тебе богатство. Не преувеличивай. Мой доход всего несколько миллионов. Я простой руководитель среднего звена в Universal. Universal стоит сотни миллиардов. Джан Ян также работает в Universal. Неудивительно, что они вместе. Лучшие ученики школы стали яркой и успешной парочкой. Деньги – это главное. Верно. Чем же ты занимаешься, Ефань? Хочешь устроить тебя на работу? В Universal много международных звезд. Типа Му Цинли. Базовая зарплата будет высокой. Ну как? Ефань, чего молчишь? Ответь на доброту господина Джана. Встань и поблагодари его. Да хватит уже. Прекратите. Думаешь, ты большая шишка из-за денег? Почему задираешь нас? Дзян. Большое спасибо. Работа есть. Не волнуйся. Боюсь, никого не заинтересует талант старосты. Он зря потратит время. Ефань, ты чего? Никто не просит кланяться за благие намерения босса Джана, но мог бы просто поблагодарить. Ефань, я очень счастлива, что ты отверг меня. Я тоже рад. Из-за гордости терпеть лишения? Знаешь, ты заслуживаешь этого. Я понял. Ты бы сам этого хотел, поэтому кидаешься на людей. Сюй Джао, я презираю тебя. Ладно, Сюй Джао. Не все такие разумные, как ты. Есть люди, которые любят упускать шансы, они не добьются многого в жизни. Рано или поздно ты пожалеешь о своем решении. В любом случае, я до сих пор не знаю, кем господин Джан работает в Юниверсал. Я координатор актеров, менеджер пары знаменитостей. Вот Синь под моим руководством. Босс Джан, вы такой скромный. Все же знают, что звезды Юниверсал становятся знаменитостями. У Синь светлое будущее. Удивительно, как ты ничего не узнал. Имеешь в виду, что знаешь что-то, а я не в курсе. Можно и так сказать. Только не говори, а то сейчас начнешь выдумывать. Тогда можешь сказать, что ты знаешь такого о студии Юниверсал, чего я не знаю. Госпожа Мо, президент Е в 32-й комнате провожу вас. Не надо, я сама найду. Ну же, говори уже. Ладно, не дави на него. Будешь давить на него, начнет придумывать. И потом будет неловко. Одноклассники, я сегодня планировал быть тут как обычный человек и посидеть со всеми. Не ожидал, что все обернется так. Обычный человек? Что? У тебя есть какая-то скрытая личность, что ли? А мы не знали? Давай, давайте выслушаем его. Ну же, удиви нас всех. Какой же самонадеянный. Универсал, ведущая развлекательная компания, вчера сменила владельца. Компания была приобретена? Кто же такой богатый? Я не знал. А такой важной вещи? Покупателем студии является Е-Групп. Нового председателя Юниверсал называют самым молодым и перспективным руководителем. Это же... Позвольте представиться. Я новый председатель студии Юниверсал. Ефань! Е... Ефань! Невозможно. Быть не может. Нет. Как так? Ефань фактически приобрел Юниверсал. Значит, состояние у него приличное. Вот он как раз настоящий богач. А не какой-то выпендрежник с парой миллионов. Распушил тут свой хвост. Самое смешное. Цинь и Джао. Они потеряли свой шанс. Своим бахвальством перед ним. Пытались унизить самого влиятельного человека тут. Босс Джан, ты же только что поклялся, что ты тут самый влиятельный человек. Ну что? Еще собираешься искать работу, брату Е? И кто тут теперь? Профукал свой шанс. В этой жизни вы ничего не добьетесь. Кстати, ты же заявлял о местах согласно доходу. Так скажи же. Куда же брату Е с его доходом? Теперь сесть. Я всегда терпеть не мог. Плевать на то, что ты мажор, но будь ты умнее. Научись сначала быть человеком. А ты и раньше не заслуживала брата Е. Теперь и подавно. Я не верю. Имя не упоминалось в новостях. Они просто похожи. Верно. Так и есть. Ефань, как докажешь? Доказывать? Зачем? Не докажешь? Ты просто его двойник. Я докажу это. Госпожа Му? Вы госпожа Му? Да. Привет. Я из Юниверсал. Президент Е. Я вас искала. Му. Е. В город приехал влиятельный гость. Боюсь, у вас нет времени оставаться тут больше. Без проблем. Все равно. Нечего здесь делать. Взял. Сюй, Джао. Если будут проблемы, можешь обращаться ко мне. Будь человеком, а не чем-то псом. Господин Е. Хозяин хочет с вами встретиться. Хозяин? Его фамилия Е. Е. Второй господин. Он тут. Представлюсь. Я Е-Ши-Сюнь из семьи Е. Ты же. Можешь называть меня. Второй дядя. 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 Продолжение следует...